Здравствуйте! Мы поговорили уже на эту тему, но она многогранна. Что значит быть православным? Ну, почему вот мы решили поговорить на эту тему? Совсем недавно мы отметили крещение Господня, были купания, и вот снова вот эта вот проблема, о которой мы говорили. Многие считают, что не нужно быть крещенным, или, может быть, можно быть крещенным, достаточно того, что ты окунешься в крещение в воду, и все, ты как бы православный человек. Ну, это одна из сторон. Я думаю, что можно поговорить немножко шире, потому что вот такой подход, ну, в частности, к таинству, не к таинству, а к празднику крещения, вот таким способом отмечать этот праздник, христианский праздник, который несет в себе глубочайший духовный смысл, это всего лишь один из вариантов, как люди, ну, в некотором смысле, наверное, успокаивают или уговаривают себя подсознательно, что они тоже, в общем-то, ну, если не православные, то как бы у них все нормально с духовной жизнью, и они как бы все делают, как положено, но при этом большинство, к сожалению, людей, которые так поступают, они не дают себе труд понять, а что же такое на самом деле православный человек, кто это такой? Ведь часто спросят человека, веришь в Бога? Да, верю. А что это дает тебе? Ну, как что? Ну, вот, я иногда ему молюсь, я иногда у него прошу, прошу у Бога, вот. И, в общем-то, человеку это устраивает, ему комфортно, ну, он может даже в определенных случаях назвать себя и православным человеком, либо верующим, вот. Что дает основания ему так себя называть? Ну, то, что вот он периодически посещает храм, приходит в храм, периодически, значит, участвует в каких-то вот таких вот около церковных, не совсем церковных каких-то, или совсем не церковных, но то, что вот уже принято считать христианскими церковными праздниками. Это тоже празднование Масленицы, например, который выдается за христианский праздник. Действительно, есть, вот скоро наступит, мы к Великому посту сейчас подходим, уже не так много осталось, уже в конце февраля Великий пост начнется. Вот накануне идет неделя подготовительная, она называется неделя сырная седмица, или неделя, в которую мы уже готовимся к вступлению на путь покаяния. А люди это воспринимают как какое-то веселье, блины, вот, Пасху воспринимают как что-то, как кулич. И таким образом происходит некая подмена. Вот что страшно и что составляет, в общем-то, проблему, наверное, всего современного человечества. И это относится, конечно, в большей степени к религиозным вещам. Это относится к православию, это относится к христианству. Но я бы сказал, что, в принципе, это относится и ко всем сторонам человеческой жизни. Вот, ну, вы, наверное, знаете сейчас, наши телезрители тоже знают, сейчас очень остро стоит проблема разводов. Разводов. То есть люди создают семьи, часто они распадаются, еще не прожив эти семьи, не прожив браки еще, там, года. Вот, а чтобы прожили 5-7 лет, это уже и сейчас вообще редкость становится. Вот, а чтобы вообще всю жизнь вместе прожили, ну, это, как бы, попробуй найди. Вот, а почему так? А потому что то же самое, то же самое. Человек принимает некий вид какого-то, то есть он внешне берет на себя какие-то, как будто бы обязательства. То есть я становлюсь мужем, я становлюсь женой. У меня должны быть определенные обязанности, обязательства. Я должен изменить свое сознание и понимать, что теперь я уже другой человек. Я уже не просто студент или там человек, который живет ради себя и который заботится только о себе. А я после вступления в брак как минимум заботюсь о своем супруге или супруге и в дальнейшем о детях. И это теперь становится смыслом моей жизни. И все, что происходит в моей жизни, теперь подчинено вот этому главному делу. Но люди так не готовы, к сожалению, сейчас уже воспринимать. И вообще они, ну, там свадьба, там что-то, будем жить вместе, что-то, какие-то размытые понятия в голове совершенно непонятные. И это, естественно, приводит к тому, что когда они сталкиваются с теми вызовами реальной супружеской жизни, а не придуманной, как они ее себе видели, то, ну, не каждый, в общем-то, находит в себе силы и мудрость, и волю, чтобы продолжать эту жизнь. Получается, отец Ермоген, что браки, которые заключаются вот в церкви, когда идет венчание, ну, среди верующих, конечно, они крепче? Все дело не в том, что заключается ли они в церкви или нет. Хотя, конечно, что происходит в церкви? Церковь дает, опять же, благословение на брак. Оно дает благодать, как и в любом таинстве, ведь венчание является таинством. Мы получаем благодать Святого Духа для того, чтобы следовать уже в новом качестве, опять же, за Христом. Чтобы следовать и жить по закону Божьему. В том качестве, в котором мы сейчас приобрели новый статус. Человек стал мужем, как я уже сказал, она стала женой, и теперь как христианка, она как должна себя вести? Есть определенные правила и определенные обязанности. А благодать Святого Духа помогает ей эти обязанности исполнять правильно, если она имеет это намерение или он. Это желание. То есть, если у них есть совместное желание жить по-христиански, Бог готов помочь и дает эту благодать. И мы ее действительно получаем в любом таинстве. Другой вопрос, использует ли эту благодать человек потом? Вот ему сказано, живи, будь верен жене. Он изменяет. А жене сказано, слушайся мужа, совместно принимайте решение, молитесь вместе. Люди этого не делают. И хотя бы они и повенчались, но это венчание... Знаете, мы когда идем на причастие, и священник выходит с чашей. Он говорит, одни из слов молитвы, которые произносит священник, такие, «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих таинств». То есть, можно причаститься в осуждение, если подойти к этому без должной подготовки к причастию. Да, и это очень серьезно. Даже у апостола есть такие слова, апостола Павла, что из-за того, что многие причащаются недостойно, то болеют и даже умирают, потому что дерзают принимать великую святыню, не имея должного внутреннего расположения к этому. Не покаявшись в своих грехах, не примирившись с ближними и так далее. А то же самое можно сказать про любое таинство. Можно причаститься в осуждение, можно повенчаться в осуждение. Можно, если возвратиться к тому, с чего мы начали, можно отпраздновать христианский праздник, православный праздник отпраздновать, как будто успокоив себя тем, что я же участвую в чем-то там, таком, сам не знаю в чем. И тоже это будет в осуждение. Хотя бы и произносились какие-то слова. Рождество Христово, крещение, еще какие-то слова. Пасха, вот празднуют Пасху. А вот представьте себе, часто приходится даже с людьми, которые много лет посещают храм и даже приступают к таинствам. Вот другого человека спросишь, а что такое Пасха, что за праздник? Ну, Христос воскрес. Ну, хорошо, воскрес Христос, это замечательно. А нам-то что с того? Почему так радуемся, что воскрес Христос? И человек с удивлением узнает, когда ты ему начинаешь рассказывать, то есть, оказывается, никто до конца не доводил эту мысль, мало кто доводил. Оказывается, и мы воскреснем. Человек говорит, что, то есть, вот прямо вот я умер, и я прям снова стану человеком? Я говорю, да. И он так удивленно смотрит, так в этом и радость, что мы бессмертны. Христос принес нам бессмертие, и через свое воскресение воскресит каждого из нас. Это и радостно, но и ответственно одновременно. А люди как бы не отдают себе в этом отчет. Почему так бывает? Почему так бывает с браками? Почему так бывает в отношении религии? Почему так бывает в отношении других человеческих обязанностей? Зачастую, где бы человек не работал. Потому что каждый новый статус человека, вот я стал верующим человеком, что это значит, опять же возвращаясь, что значит быть православным? Накладывает определенные обязательства, в которых, как минимум, для начала нужно разобраться, каковы, я принимаю крещение, каковы теперь мои обязанности? Каковы мои обязанности, как крещеного человека? Вот, приносит ребенка креститься, и спрашиваешь, а зачем вы его крестите? Ну как? Некоторые говорят, мы же русские. И ты думаешь, странно, а у нас православие по всему земному шару. Каких только национальностей нет, и все православные. А почему, русские-то или не русские? Какое-то имеет значение. А что, если бы это был японец, нельзя креститься, что ли? Значит, странно. А если бы он такое сказал человеку полторы тысячи лет назад, когда на Руси даже близко христианства не было, сказали, да и Руси не было никакой. А христианство уже было, конечно же. Оно было там в других местах. То есть, это вещи, которые они относятся. Или он сказал, ну, чтобы дети не болели, ну, чтобы как у людей. То есть, человек не отдает отчета, что теперь он взялся, или этого ребенка своего поставил на путь серьезнейших взаимоотношений с Господом Богом. То есть, я теперь посвящаю свою жизнь, посвящаю Богу. Если сказать, что такое быть христианином, что такое быть православным христианином, мы в крещении становимся православными христианами, в таинстве крещения. Мы там даем обеты. Мы отрекаемся от сатаны и сочетываемся, то есть, делаем себя, обозначаем, что мы теперь являемся рабами христовыми. Или, как Господь даже не называет нас рабами, он называет нас друзьями христовыми. Но своих друзей мы же должны знать, своего друга, самого главного, Господа нашего Иисуса Христа, мы же должны знать, мы же изучать должны. И на все вещи мы должны уже смотреть через призму Христа, через призму вот Его учения, через призму Евангелия. Если нет, то это не просто бесполезно, но и кощунственно. Потому что мы берем, мы используем благодатную веру, мы прикасаемся к священным предметам, приходя в храм, мы говорим какие-то слова священные, произносим, мы называем себя христианами, мы как будто бы празднуем христианские праздники, но совершенно не придавая им того значения, которое они имеют, а порой даже и не подозревая о том, что какое-то есть в этом значение. Вот поэтому мы об этом говорим. Это, к сожалению, ну, это и есть наша проповедь, это и есть наша, вот, нас как священников, как служителей церкви, это и есть одна из наших задач, вот, донести до понимания, чтобы человека, и перед крещением, почему мы беседы проводим, вот некоторые возмущаются, знаете, даже говорят, ну, что там, никогда такого не было, так почему не было возможности, не было такой. Было время советское, одно время было, что священнику проповеди не разрешали говорить, служить служи, запретить не можем, а вот проповеди что-то там пространное, вот как сейчас мы передачу имеем возможность сделать, не было возможности, и это было на протяжении десятилетий, конечно, люди отвыкли. И поэтому, когда говорят, никогда такого не было, это очень странно слышно, потому что в древней церкви оглашались и год, и два, и больше, и пока человек полностью не понимал и не принимал. Знаете, был такой святой интересный, Блаженный Августин, Блаженный Августин, многие знают его, у него самое известное произведение, это Исповедь, святой еще первых веков христианства, церковный писатель. Так он принял крещение, он уже чуть ли даже богословие не преподавал в училище, но не готов был принять крещение. Почему? Он говорит, а я не готов пока еще оставить свою жизнь. И когда у него очень была такая бурная молодость, разные там моменты были, в его жизни, кстати, вот кому интересно, почитайте, он в этой же самой исповеди это все описывает, но когда он принял крещение, уже в зрелом возрасте, он это все оставил, и стал настоящим христианином. То есть он понимал, что если я обещаюсь, если я даю Богу фактически клятву на верность, значит, я это должен оставить не просто так. Вот для меня лично это очень большой пример, когда я об этом узнал, мы изучали в семинарии это, и потом я сам читал. Для меня это был просто большой пример, и как бы вот все сформулировалось вот в этом примере, как действительно подходить к крещению собственному личному своему, как подходить к христианству, и о чем главным образом говорить людям надо. Потому что происходит подмена, человек успокаивается. Он сходил в храм, он принес куличи, он набрал святой воды, и для него этого достаточно, но с Христом он так и не встретился. Христос ему как бы не нужен. Он как бы знает, он ему нужен иногда, когда ему плохо, там, помолился, или какая-то жизненная проблема, он дай, пожалуйста, забрал, и все. Ну вот у нас же всегда вот какое-то прикладное отношение, но у многих, скажем так, идут церковь, чтобы попросить, поставить свечку. Вот вы служите во многих приходах, то вы, какие там прихожане, насколько люди понимают? – Знаете, в Туве очень я столкнулся, когда стал служить в Туве, особенно на приходах, они малочисленные, порой даже очень малочисленные, но вот именно те, кто приходит там, в храм, как раз вот эти люди, потому что это связано с очень большими сложностями, как правило, приходы не устроенные. Часто это даже богослужение не в храме совершается, там холодно, там тесно, там еще что-то. И просто так человек, который бы там, ну, может быть, зашел бы, так сказать, посмотрел на красивый храм или послушал красивое пение, он там для себя ничего не найдет. То есть люди ходят только те, поэтому, может быть, их так и мало, которым действительно нужна служба, которым нужно причастие, которым нужен Господь Бог в конце концов, нужен Христос. Вот эти люди ходят там. А остальные, ну, как бы смотрят со стороны. И часто даже говорят, так, ну, построите храм, мы пойдем. Вы нам построите храм, и мы тогда, может быть, так и быть, к вам пойдем. То есть совершенно неправильная постановка вопроса. Мы Божьи люди. Нас Христос усыновляет, когда мы принимаем крещение. Мы уже дети Христовы просто по рождению, потому что Бог нас сотворил. И мы все дети Адама. Мы творение Божие. И наша задача соответствовать своему предназначению здесь на земле. То есть творить заповеди Божии, быть с ним в общении. Церковь, она организовывает эту жизнь. И мы сами являемся членами этой церкви. Не то, что вы нам построите храм. То есть это наша задача. Задача каждого человека в селе, чтобы у меня в моем селе был храм. Для моих детей. Это мой храм в том числе. Где место, в которое я и моя семья будет молиться Богу. И будет с ним соединяться. Вот как ставить вопрос. Вот еще время, наверное, уже мы достаточно поговорили. Я вот хотел в заключение. Такая аналогия у меня как-то возникла. Ну, чтобы, на мой взгляд, она делает более понятным вообще наше отношение к вере. И наше отношение к будущей жизни. Потому что действительно, как вы сказали, люди приходят. И такое потребительское отношение, прикладное отношение. Когда вот что-то получить. А что это значит? Что они не выходят за рамки проблем этой жизни. Как один из известных отцов, непокойных отец Дмитрий Смирнов, в свое время сказал такие замечательные слова. Он говорит, вот многие упрекают церковь, что она не занимается проблемами людей. Или очень мало занимается проблемами людей. Ну, там мало помогает бедным. Так многие думают. Не занимается там благоустройством семей или еще чего-то. То есть не занимается какими-то экономическими вещами, чтобы облегчить жизнь людей здесь, на земле. И он говорит, да, действительно, это так. Но церковь и не должна этим заниматься. Вы это знаете, чем занимается церковь? Самая главная вещь. Она решает ту проблему, которую не может решить никто на земле. Проблему смерти. Мы все умрем. Что с этим делать? А церковь дает нам ответ. Вы не умрете, вы будете жить вечно. Как? Совершенно по-другому. Мы смотрим тогда и на эту жизнь. И на свои поступки, и на смерть. И вот в связи с этим, вот эту аналогию, которая мне пришла, я хотел поделиться недавно совершенно в голову. Я хотел поделиться с нашими уважаемыми телезрителями. Когда человек умирает, и многим кажется, что он идет давать Богу ответ, и что этот ответ есть его выпускной экзамен. Как будто он прожил жизнь, и вот он выпускается из этой жизни, и вот свой багаж. И во многом это так. Но мне почему-то представляется, что более правильно было бы сказать, что это не выпускной экзамен, а вступительный. И тогда все стоит на свои места. То есть вся наша жизнь – это подготовка к жизни будущей, к жизни с Богом. И вот как во вступительном экзамене, когда мы сдаем, например, вступительный экзамен в какой-то вуз, в институт или в университет, и нас проверяют. И кто-то проходит по конкурсу, а кто-то нет. По какому принципу смотрят? Ну, если говорить в идеале, как это должно быть. Смотрят, а обладает ли человек теми знаниями и навыками, с которыми в достаточной степени, чтобы он мог учиться дальше в этом нашем институте. Да, его чему-то научат, но если у него нет базовых каких-то понятий, нет стремления, нет знаний каких-то, то он просто не сможет учиться. И какой смысл брать его, если он одну четверть не проучившись или там полугодие, а уже сам просто уйдет, поняв, что ему просто тяжело, он не умеет. Так же самое, если мы хотим быть с Богом в раю, мы должны подготовиться и этот экзамен сдать вступительный, чтобы в течение своей жизни просто решить для себя, а хотим ли мы быть с Богом, а нравится ли нам молитва, а интересен ли нам Христос. Вот эти вопросы, с ними мы придем и будем переходить в новую жизнь, в вечную жизнь, и потом уже после воскресения также продолжать эту жизнь, как нам это обещает Евангелие. Вот, наверное, вот на этом можно и закончить наш разговор. Большое спасибо, отец Ермоген. Как всегда было интересно, казалось бы, один вопрос, и как много у него граней. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24. С моим гостем, отцом Ермогеном, мы сегодня пытались ответить на вопрос, что значит быть православным. Еще раз спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok